Привет, народ! Давно не было видосиков, зато сегодня у нас на тестирование аж 3 видеокарты. Можем было бы сделать по ролику на каждую из карт и более подробно их разобрать, но карты более-менее схожи по производительности и по цене, а сравнение трёх видеокарт будет более интересно и информативно, чем по ролику на каждую. На руках у меня R7 265. Карта имеет 1024 шейдера, 2 гигага DDR5 памяти, шину в 256 бит, 64 текстурника и 32 ропа. Пропускная способность памяти 179,2 гигабайта в секунду. Если кому-то не очень понятно, то это та же самая HD7850, но с более скоростной памятью. Также в будущем карта была переименована как R7 370. Для наглядности, вот характеристики всех трёх карт. Второй картой будет выступать RX 460 на 2 гига. Кстати, карту можно перепрошить в RX 560, что добавит ещё процентов 10 производительности. Самая примитивная система охлаждения без использования тепловых трубок, но оно ей не особо надо, ведь тепловыделение карты меньше 75 ватт. Карта даже не требует дополнительного питания. В её распоряжении находится 896 шейдерных процессоров, 2 гигаваса к скоростной памяти, работающей на частоте в 7 ГГц, но с узкой шиной в 128 бит, что даёт пропускную способность в 112 гигабайт в секунду, а также 56 текстурных блоков и 16 блоков растеризации. А то чип работает на более высоких частотах относительно RX 7265, а именно 1244 МГц. Третья карта будет когда-то предтоповая GTX 670. Карта имеет 1344 кудо-ядра, 2 гига памяти, работающая на частоте в 6 ГГц, с шиной в 256 бит, 112 текстурника и 32 блока растеризации. Жрёт 170 ватт и требует 2 шестипиновых коннектора питания. Кому интересно, можете поставить на паузу и сравнить характеристики всех карт. Конечно, более уместная для сравнения была бы карта GTX 660 Ti, но её на руках не было. Высчитав среднюю цену на карты на вторичке, получим, что средняя цена на Авито на R7 2065 составляет 4990 рублей, на RX 460 2 гигову 5010 рублей и на GTX 670 5650 рублей. Разброс на цены карт плюс-минус 1000 рублей в зависимости от жадности продавца. Так что можно считать сравнение актуальным, хотя всё же 660 Ti по цене и производительность была бы тут более уместной. Характеристики тестовой системы. Процессор Phenom 2X6-1055T разогнанный до частоты 3,7 ГГц. Оперативная память 12 ГБ модулями 8 плюс 4 ГБ, работающий на частоте в 1,6 ГГц. Материнская плата Asus с какими-то циферками и буковками. Кулер Deadpool Assassin 2. Блок питания Thermaltake Smart LGBT850W и 2 SSD диска по 250 ГБ. Соответственно, все игры запускались с этих SSD и в разрешении 1080p. Ну и переходим, наконец, к тестам. Первой игрой в тесте будет Assassin's Creed Syndicate. Настройки в игре буду специально излишне завышать. Ставлю либо высокие, либо максимальные, дабы наш Phenom не стал узким местом для видеокарт. Процессор все-таки старенький и сильно много кадров отрисовать, к сожалению, не способен. Можно увидеть, что карты от AMD идут примерно вровень. 670-е же явно является лидером, отрываясь минимум на третье, иногда и в половину. Следующей игрой на тестирование стала Watch Dogs 2. В Watch Dogs'е же разницы между картами особо нет. Все выдают примерно один тот же FPS. В среднем разница где-то плюс-минус 4-5 кадров. Без оверлея так даже и не разобрать, где какая карта. Еще не упомянул о том, что запись через AMD Relife отжирает примерно 2-3 FPS, в отличии от Shadow Play, где по сути не теряется ничего. Так что красным картам можно мысленно пульсануть еще парочку кадров. Следующая на тесте Ведьмак 3. В этой игре RX 460 GTX 670 почти как братья-близнецы. Выдают почти одинаковый FPS. Даже с показателем FPS не разобрать где какая карта. R7 265 отсоет на 3-5 кадров, что не критично. Без оверлея навряд ли кто-то бы заметил разницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Затем протестируем карты в последние часы. Части NFS. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Либо вровень, либо на пару кадров уходит вперед 670-е. И также либо вровень, либо пару кадров не дотягивает 265-е до 460-е. Иногда вообще все карты выдают одинаковый FPS. Последней игрой на тесте является GTA 5. Специально оставил ее напоследок. Ни для кого не секрет, что GTA больше оптимизирована под карты от зеленых. Если в предыдущих играх, не считая Ассина, карты шли либо вровень, либо 670-е чуть-чуть отрывалось от своих конкурентов, то в GTA 5 чувствуется явный прирост FPS, что не может не радовать обладателей карт от Nvidia. Что можно сказать в итоге? Как обычно, Xiaomi топ за свои деньги. Но если серьезно, то все карты показали себя неплохо. Меня очень удивило RX 460, ведь по всем характеристикам, не считая частоты, она уступает и 265-е, и 670-е. Причем по характеристикам значительно. А на деле, если игра явно не оптимизирована под Nvidia, как те же Ассасин или GTA, то если и отстает, то настолько, что без оверле разницы можно даже не заметить. В принципе, никаких сюрпризов не было. Карты стоят примерно одинаковые, выхлоп примерно одинаковый. Единственное, что самих игр, оптимизированных под Nvidia, больше. Из-за этого 670-е для гейминга выглядит как более удачный вариант. Но карта более жористая и горячая. 170 ватт вместо 65 у RX 460. Ну и ради интереса пожарим карты фурмарком. Ну и несмотря на массивную систему охлаждения у GTX 670 с тепловыми трубками и массивным радиатором, из-за намного большего энергопотребления прогрелась она намного больше, чем карта TMD. Еще, кстати, у кого есть желание, то 460-ю можно прошить в 560-ю, увеличив ее производительность. При таком раскладе она сравняется 680, естественно, обгоняя 670. Но опять же в нейтральных играх. В той же GTA 5 все равно 670-я будет немного впереди. Зато в играх, заточенных под AMD, она отрывается значительно. В общем, как обычно, спасибо за просмотр, ставим лайки, как обычно, увидимся через год, а может быть и раньше.